Рад всех видеть. Как ваши дела? Воскресное утро. Сейчас будет небольшое слово. И сегодня будет прекрасный день, я уверен, во Христе. И давайте помолимся, Господь, спасибо за это место, за... за церковь твою, Господь. И мы ожидаем, и ты пошлешь Слово Твое. Мы ожидаем в трепете, и открыты наши сердца, Господь. И мы молимся за это вступление, за основное слово, за все детали этого служения, Господь покрой. Во имя Иисуса Христа, аминь. У меня вопрос сегодня к вам. А после... Хотел бы поздравить дам, уже поздно, но уже два дня поздно поздравить. И для всех вопрос, вы любите подарки? Кто любит подарки? Поднимите руки. Не только принимать, да, но дарить также их, я уверен. И хотел бы передать привет большой из московской церкви. Мы вас всех любим. А мы вас. Взаимно, любовь наша. Да, и часто молимся за вас, вспоминаем. Спасибо. Вот. Мы тоже обла. Спасибо. Мы ощущаем это. И давайте сегодня поговорим о характере Христа, да? О личности Его. И о простоте в нем, и что же Он дарует нам. И об этом сказано в Первом Коринфянам, в 14 главе. Павел это упоминает. Первое Коринфянам, в 14 главе, в 33 стихе. И тут сказано, я считаю, о подарках. Двух больших подарков для нас. 14 глава, 33 стих. Павел говорит, потому что Бог есть не Бог, не устройство, но мира. И вот они два огромных для нас подарка. Господь есть не Бог, не устройство. И слово не устройство означает беспорядок. Он не Господь беспорядка, да? Он не Господь хаоса. Наша жизнь сплошная без Господа, да? Наша жизнь может быть сплошной путаницей. Огромный клубок, который мы пытаемся развязать. Но Господь наш, Господь порядка. Аминь. С этим согласен. Он предоставил абсолютный порядок в нашей жизни. Разложил все по полочкам. Мне, кстати, нравится, когда все разложено. Я не усну, да? Я пока не помоется посуда, я не лягу спать. Спасибо. Она не помоется. Да. Или когда мы просыпаемся, мы заправляем нашу кровать, да, сразу. Хотя, зачем ее заправлять, если слово снова ложится, да? Нет. И одна из мыслей, которая прозвучала также у нас в Твери на собрании, что Господь даровал Евангелие от себя. Он даровал его от себя, и оно сошло с небес. Не от человека. Потому что человеку он наводит беспорядок. Он путается, он не знает. Да, он попадает в лабиринты и бродит в нем. Но Господь даровал это Евангелие для нас. Потому что человек бы все усложнил. Согласны с этим? Человек любит все усложнять. Хотя Евангелие, оно простое. Послание от Христа, оно простое. Благая весть, оно проста. Просто ее нужно принять, и мы ее приняли. Не только, да, мы на 8 марта. Тюльпаны, да? Но и мы. И также в следующем здесь, так вот, первый подарок, который Господь нам даровал, это порядок, да? И второе, это сказано далее, Господь наш, Бог мира, да? Мира, что означает покоя. Я думаю, что основной, основная проблема человека это беспокойство. Кто с этим согласен? Мы проснулись, не с той ноги. Моя кредитная карта, баланс красный. Платежи, да, или какие-то проблемы. Но Господь нам дарует покой. И мне нравится, что люди думают, что у них есть покой без Христа. Я тоже когда-то так думаю. Покой, значит, все как бы, ну, категории моей жизни, все покрыто, все хорошо, все заплачено, там, подушка финансовая, все стабильно. Нет, покой, который говорит Иисус Христос, я бы хотел, чтобы мы открыли это так же. В Иоанна 14 главе, то, что дарует нам Иисус Христос, покой от себя. И как он разграничивает это. В Иоанна 14 главе, об этом написано в 27 стихе. Давайте откроем так же, и это слова Иисуса напрямую. 14 глава, 27 стих. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, то есть покой. Покой мой даю вам. Мне нравится с большой буквы, то есть это покой, который дает Христос. Мир мой даю вам не так, как мир дает. Вот оно ключевое здесь. Как мир дает? Дает, временно, да? Дает определенное название, а снизу сносочка, звездочка всегда внизу. При условии выполнения этого. Да? Но Господь нам дарует покой абсолютный, да? Который не изменяется. Который основан на нем. На его характере, который не изменяется. То есть Господь не, Иисус не встанет ни с той ноги. У Иисуса не может быть ни настроения, да? Или погода не та. Да? И вот они два дара, о которых говорит Павел в этом стихе. Замечательном. Абсолютный порядок от него. И покой. Два огромных дара, которые помогают нам в этой жизни. И я думаю, для нас это великое ободрение делиться с этим друг с другом. Подтолкнуть своего соседа, сказать, да не беспокойся. Будет порядок. Да? Будет покой от него. Он основан на нем. И давайте ободрять друг друга в этом. Хорошо? Даруйте обещания. Хорошо. И спасибо большое за ваше гостеприимство, за ваш дух, любви и аминь. Аминь. И я...